Элина называет себя человеком интересующимся, поэтому к наступлению ретроградного Меркурия подготовилась. Изучила информацию в интернете, чтобы провести некий эксперимент над собой. Никакого негатива пока, к счастью, не заметила, но изменения в жизни есть. Получается, что за этот период очень много обратились ко мне те люди, которые раньше уже обращались. Появились в моей жизни люди, которых не было 15 лет, например. Вот реально я не видела, например, двоих людей 15 лет с института, и получается, что они появились в моей жизни, и мы общались. Укрепление старых связей – это тоже оттуда, от Меркурия, который решил пятиться назад. Не мы говорим астрологи. А вот ученые готовы спорить. Уверяют в том, что Меркурий отстает от Солнца, а не обгоняет его, нет ничего необычного. Это как вы на машине обгоняете другую. И все эти истории про влияние планеты на людей люди науки называют не иначе, как бредом. Это никакая не наука, это просто зарабатывание денег на оболонивание людей. Вот и все. Потому что есть люди легковерные. Вот это их календуры. Вот эти господа астрологи, они какой-нибудь эксперимент могут провести? Вот железобетонные доказательства. У меня к ним один очень неудобный вопрос. Как же они, интересно, прохлопали коронавирус? Ну где в их прогнозах вот это вот все? Ну, по-моему, вот даже этого вопроса уже достаточно. Если это было так, они должны были еще в прошлом году там бить в колокола. Кстати, известный российский астролог Василиса Володина уже парировала ученым. О потрясениях и неожиданных ситуациях в 2020-м она предупреждала, но объяснила, что прогноз не может быть дословным. Вот и Меркурий тоже в своем движении назад, уверяют астрологи. Это не всегда плохо, даже совсем неплохо. Просто нужно понять, для чего пришло время. Когда-то время двигаться интенсивно вперед, а когда-то время замедлиться, успокоиться, навести порядок как в доме, так у себя в голове, так у себя на работе. Это не то, что было хорошо и стало плохо. Это такие периоды, там, где было слабо, где было больно, где мы подмяли, где мы зажали, где мы не обратили внимания, где мы проглотили, это время с этим повзаимодействовать, то есть вот это вскрыть и начать с этим работать. Так что верить или не верить астрологам и искать ли в своей жизни влияние на нее планет, решать только вам самим. А наша героиня Элина, человек интересующийся, уже вынесла из периода наступления ретроградного Меркурия нечто полезное для себя. Единственное, что замечаю, что очень сильно сама хочу вернуться к старым делам. Кстати, как говорят, что если возвращаешься к старым планам в этот период, они дадут большую прибыль, большой успех. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.